Здравствуйте, друзья! С вами канал в гостях Уванушки. Сегодня готовлю очень вкусный и простой в приготовлении торт Панчо. Как практика показывает, этот торт нравится всем, кто его пробует. Приготовление начну с шоколадного бисквита. В миске у меня 6 яиц комнатной температуры, всыпаю 150 грамм сахара, щепотку соли и теперь взбиваю всё на максимальной скорости миксера в пышную устойчивую пену. Также не забудьте включить духовку разогреваться на 180 градусов. Пока у меня работает миксер, я смешаю все сухие ингредиенты. А это 130 граммов муки, 40 граммов какао и половина чайной ложки разрыхлителя. Вот до такого пышного состояния нужно взбить яйца. Теперь в два этапа просеиваю сухие ингредиенты аккуратными движениями снизу вверх всё перемешиваю. Стараюсь перемешивать быстро, но в то же время аккуратно, чтобы масса полностью не осела. Тесто переливаю в подготовленную форму. Форму я застелила пергаментной бумагой. Размер моей формы 25 на 35 сантиметров. Аккуратно распределяю тесто и сразу же отправляю в хорошо разогретую духовку до 180 градусов. Выпекаю 20-25 минут. Время выпечки зависит от вашей духовки, но первые 20 минут духовку лучше не открывать. Через 20 минут можно открыть духовку и проверить готовность бисквита деревянной палочкой. Если на палочке нет следов сырого теста, бисквит готов. Готовый бисквит сразу перекладываю на решётку и убираю пергамент. Этот бисквит получается очень вкусный, с насыщенным шоколадным вкусом. После остывания бисквит я нарезаю на вот такие вот небольшие кубики. Также для торта я пожарила 100 граммов грецкого ореха, подготовила 300 граммов консервированного ананаса и 200 граммов замороженной вишни. Когда всё подготовлено, можно приготовить сметанный крем. В миске у меня 700 грамм сметаны, сметану я использую 20% жирности. Добавлю пакетик ванильного сахара и 4-5 столовых ложек обычного сахара. Взбиваю всё миксером несколько минут, чтобы сахар растворился. Собираю я торт всегда вот в такой вот миске. Подойдёт любая круглая миска. Её необходимо застелить пищевой плёнкой или можно сделать так, как делаю я. Я беру обычный пищевой пакет, разрезаю его сбоку с одной стороны и застилаю им миску. Теперь каждый кусочек бисквита опускаю в крем и выкладываю первый слой. Сверху добавляю ананасы, жареный орех и выкладываю немного вишни. Итак, продолжаю слой за слоем. Снова бисквит, ананасы, орехи и вишня. Завершающий слой должен получиться из бисквита. Остатками крема хорошо всё сверху смазываю и при помощи ложки или широкой силиконовой лопатки хорошо всё прижимаю. Накрываю торт краями плёнки. Тарелочкой можно немного всё ещё сверху прижать и убираю торт в холодильник на 6-8 часов. Торт должен хорошо пропитаться. Теперь сверху устанавливаю блюдо, переворачиваю миску, убираю плёнку и вот такой вот получается красивый ровный тортик. Сверху его можно обмазать сметаной или любым другим кремом и украсить так, как вам нравится. Я торт просто буду обмазывать сметаной. Сметану немного подсластила и после этого буду украшать растопленным шоколадом. Шоколад я растапливаю в микроволновке короткими импульсами. Я буду использовать белый и молочный шоколад. Белый шоколад я решила окрасить в розовый цвет. Переливаю шоколад в кондитерский мешок и вот такими вот движениями сверху украшаю торт. Край тортика я украсила лепестками миндаля, также можно украсить измельченными орехами или кокосовой стружкой. Это очень простой и легкий вариант приготовления домашнего тортика. Торт получается очень вкусный, пропитанный и действительно нравится всем, кто его пробует. С приготовлением этого торта справится абсолютно каждый. Я надеюсь, я вдохновила вас на приготовление тортика. Спасибо, что вы были со мной. Я с вами не прощаюсь, впереди у нас еще очень много интересного и вкусного. До новых встреч!